Немецкая Бундеслига, Штутгарт, Шальке, матч мастодонтов немецкого футбола, который, я считаю, должен пройти в очень острой борьбе. Шальке после своего возвращения в высший свет немецкого футбола выглядит пока более неубедительно, чем номинальные хозяева поля. Шваба выглядит более классно, более мощно, но в домашних матчах пока немного не хватает такой целеустремленности и тонких граней, чтобы привести в идеальное состояние свою игру. Но хотя матчи со Фрайбургом и Лейпцигом, командами, которые играют в Еврокубках, прошли в очень острой борьбе и как-то разгромно, Шваба не смогли проиграть, но и выиграть тоже не смогли. Это немаловажный фактор Шальке, который вернулся в немецкую Бундеслигу, которая имеет, ну, так скажем, одну из сильнейших нападающих, там, извините, и Кенан Караман, и Терод, и Джордан Ларсон пока выглядит, ну, вот, мягко говоря, не очень. Последний матч был вдрызг проигран Униону, с Гладбахом они попадались, но это на своем поле. Если говорить о гостевых матчах, то мы видим, что победы у Шальки отсутствуют. Да и вообще, если говорить по таблице, то клуб из Гельзеркирхена пока выглядит не очень убедительно, 4 игры, 4 гола, 11 пропущенных. По этому матчу я хочу сказать следующее. Основываясь на матчах Штутгарта, которые были проведены в родных стенах, я считаю, что защита данного коллектива не идеальна. И с такими мастерами, которые есть в Гельзеркирхене, нам стоит рассчитывать на обе забьют, да. Но один из главных факторов, который я тоже попрошу вас отметить для себя, это то, что Шальки вторые половины проводят не всегда успешно. И хоть и есть потенциал, есть и мощь, есть и опыт, но Шальки обычно во второй половине много нарушают. Поэтому индивидуальные тотал Шальки во втором тайме по желтым карточкам более одной. На этом все, друзья. Делитесь видео, пишите свои комментарии и всем добра.